Харе Кришна! Продолжаем обсуждать Анги Бхакти, шестая глава Нектара Предности. Мы с вами обсудили, на самом деле не обсудили, прошли кратко, 21-х Анг Бхакти, осталось 44. Методология Рупа Гасвами и Шилоп Рупады, которая следует Рупе Гасвами, заключается в том, что Рупа Гасвами сообщает об этих Ангах, перечисляет эти Анги, и в следующей главе он дает им обоснование, он приводит цитаты из различных шастер, которые подтверждают эту Ангу. Это будет в 7 главе. Сейчас мы просто с вами знакомимся с Ангами Бхакти, и это само по себе очень важно, поскольку именно практика сознания Кришны помогает нам отстраниться от старой материальной жизни, освободиться от последствий кармы, и в конечном итоге, что является главной целью, развить привязанность к Кришне. То есть путь Бхакти — это практика, это идеальное, совершенное сочетание знаний и деятельности, но деятельность является наиболее важной, поскольку деятельность как раз и является инструментом очищения сердца. Если наше тело, ум и речь заняты различными видами деятельности сознания Кришны, то это дает нам возможность очиститься. Если наше тело, ум и речь недостаточно заняты этой деятельностью сознания Кришны, вот этими Ангами Бхакти, то мы находимся в состоянии риска упасть, риска хронически падать или риска застрять в своем духовном развитии, то есть это необходимое, абсолютно необходимое условие для духовного прогресса, хотя оно недостаточное. Почему? Потому что в конечном итоге причиной нашего духовного прогресса является Кришна, если мы следуем всему строго, но это следование попадает в категорию, допустим, нияма-аграха, следование ради следования. То есть так или иначе, если у нас какое-то неправильное настроение, если мы продолжаем сохранять оскорбительное настроение, совершать нама-парадхи-сева-парадхи одновременно с практикой садхану-бхакти, то это будет тормозить духовное развитие, несмотря на то, что мы практикуем. То есть это я говорю к чему? К тому, что сама практика не является полностью достаточным условием в определенном смысле, потому что последнее слово за Кришной. Кришна независим, Он не обязан давать плоды наших усилий нам, Он решает Сам, кому, когда дать плод Его труда. В предном служении также. То есть мы должны быть свободны от вот этой иллюзии, в которой находятся философы Карма Мимамса, Карми. Карма Мимамса ставит Бога ниже деятельности. То есть если я действую подобающим образом, в соответствии с шастрами, то у Бога нет выхода, как ответить мне желаемым. Он подчиняется Сам этому принципу. Вот такова вкратце доктрина Кармы Мимамсиков. Это Пурва Мимамса. Есть две Мимамсы, Пурва Мимамсы, Утара Мимамса. Утара Мимамса это Виданда Сутра, это то, чему следуем мы. Таким образом, деятельность в сознании Кришны это то, на что мы должны, можем и должны надеяться. И хотя условно, конечно, этого недостаточно, потому что на всю волю Господа Кришна независимый. Он не подчиняется закону Кармы и не подчиняется нам так же, пока мы не обретем чистую любовь к Нему. Но с другой стороны, Кришна, как правило, проливает милость на тех, кто стремится снискать ее авторитетным образом. То есть практикуя преданное служение. Поэтому в этом смысле практика достаточно. Не достаточно, а в том смысле, что последнее слово за Кришной. И достаточно просто практиковать сознание Кришны. Потому что хотя и последнее слово за Кришной, Кришна склонен это последнее слово произносить. То есть Кришна склонен позволять нам духовно развиваться. Он хочет этого, это его желание. Шила Пропада в одном из комментариев говорит, что Верховный Господь хочет нашего возвращения в духовный мир больше, чем мы того хотим сами. Кришна больше, чем хочет, чтобы мы вернулись к Нему. И хотя на этом пути могут быть испытания, испытания также в форме стагнации, что мы практикуем, но продолжаем пребывать в иллюзии, и это тоже испытания, которые мы должны должным образом пройти, оставшись в уровне практики сознания Кришны. Итак, сама по себе вот эта тема шестой главы, где просто перечисляются анги-бхакти, здесь совсем немножко каких-то технических, философских деталей очень важных. В седьмой главе уже будет обоснование с приведением шлок, здесь просто они перечисляются, и само по себе это очень важно. Очень важно помнить эти анги. Первое, помнить, какие есть анги-бхакти, и соприкасаясь с ними, понимать, что это анга-бхакти, это то или иное действие, которое, совершая которое я таким образом вношу вклад в свое сознание Кришны. То есть любая анга-бхакти или их сочетание, или комбинация этих анг, стабильное регулярное выполнение этих анг, или эпизодическое выполнение каких-либо анг. Есть анги, которые мы должны регулярно выполнять, мы давали обеты, воспевание святого имени, джапа, это мы дали обет, мы должны воспевать свои круги ежедневно. Но есть анги, которые мы можем совершать эпизодически, не регулярно, не каждый день, а тогда, когда есть возможность. Все это является вкладом, любое действие сознания Кришны является вкладом в наше развитие в преданном служении. Поэтому очень важно помнить эти анги, очень важно узнавать их, и когда видим вот эта анга-бхакти, или вот возможность для того, чтобы совершить ту или иную ангу-бхакти, мы должны помнить о них, узнавать их и ценить их, ценить возможность совершения этих анг. И научный подход к практике сознания Кришны заключается именно в том, чтобы занять тело, ум и речь. И наш ум, который является центром и речи, и тела, деятельности, тела, деятельности, чувств, ум стоит над чувствами, над телом, над чувствами. И речь также является лишь инструментом выражения, состава, содержания, как мы можем выразить содержание своего ума. То есть ум является центром йоги, и бхакти-йога — это высшая система йоги, ум также является центром этой практики. Таким образом, очень важно занять ум в сознании Кришны. И научно, я говорю о чем? О научности, подхода к практике сознания Кришны. Научность заключается в том, что мы должны организовать свою жизнь так, чтобы тело, ум и речь были постоянно заняты 24 часа в сутки вот этими ангами предного служения. И центром всей деятельности сознания Кришны является ум, то есть в конечном итоге. Все это для того, чтобы взрастить себеспособность медитировать на Кришну, сосредотачиваться на Нем, на Его трансцендентных формах, качествах и деяниях. Все правила являются слугами вот этого главного правила, вот этих двух главных. Всегда помнить о Кришне, никогда о Нем не забывать. Стих этот был ранее, это шлока обсуждалось ранее. И вот здесь мы сейчас с вами проходим практический метод, то есть как это можно сделать на практике. То есть на практике постоянно помнить о Кришне, это не означает сидеть в медитационной позе с прямой спиной, прикрыв глаза и представляя в уме образ Верховной Личности Бога или вспоминая Его лилах. То есть это тоже с Мараном, это высокий уровень, который возможен, то есть такой вид с Мараном, он возможен на высоком уровне сознания Кришны. Но на уровне Садханы это было бы непрактично. Как наши Ачарья подчеркивают, что с Мартавьях Сататам Вишнур, Сататам постоянно подозревается каждый день. Потому что если бы это было 24 часа в сутки, то это стало бы причиной разрушения веры у Садхак. О, а я не могу это делать, значит Садханы невозможно. Таким образом, постоянно помнить о Кришне означает помнить о Нем ежедневно. Это первое утверждение и следующее утверждение. А как я должен помнить о Кришне ежедневно? И вот ответом на этот вопрос, как я могу сосредоточиться на Кришне, ответом на этот вопрос является Анги Бхакти. Нужно совершать вот эти 64 вида деятельности сознания Кришны, выполнять эти 64 Анги. Не будет оскорблением, если мы в какой-то день не выполним какие-то Анги. Есть Анги, которые можно выполнять от случая к случаю, нерегулярно. Есть Анги, которые необходимо практиковать ежедневно, Сататам. Какие это Анги? Мы немножко забегаем вперед, позднее об этом будет. Насштаб Раишва Бхадаршу Нитям. Бхагавата Савая Нитям фактически является синонимом Сататам. Мы должны постоянно слушать Шрама Бхагавата, мы постоянно воспевать святые имена. То есть вот эти две Анги, почему мы забегаем вперед, они являются двумя. И из пяти самых могущественных их нужно практиковать постоянно. Каждый день, чем больше, тем лучше. Есть какие-то пределы, естественно, с помощью наставника, духовного учителя можно определить этот предел. Кому, сколько лучше воспевать, но минимум 16 кругов на четках и стараться воспевать больше, без четок. Ну, то есть Киртан, Киртан в обществе преддных, его должно быть тоже достаточно. Это очень могущественный процесс предного служения, без которого, скорее всего, майя будет атаковать нас и выигрывать. Итак, Анги Бхакти – это то, как мы на практике можем стать сознающими Кришну, то, как мы можем оградить себя от действия гун материальной природы, это то, как мы можем очистить свое сердце от материальных привязанностей, это то, как мы можем освободиться от последствий грехов и оскорблений, это, в общем-то, все, что нам нужно. Как раз именно это нам нужно, и это все, что нам нужно, как духовной душе, частицы Кришны. Нам нужна возможность быть занятыми в сознании Кришны. Если этой возможности нет или совсем нет, это редкость, если эта возможность ограничена, то мы будем страдать. Мы будем страдать, наше сознание Кришны будет страдать, и духовный прогресс будет замедлен, остановлен или повернут вспять. То есть это очень-очень серьезно. Серьезно что? Именно вопрос организации своей жизни очень важен. То есть как только мы говорим о банках Бхакти, здесь, естественно, всплывает вопрос организации и культуры. То есть организации своей жизни и культуры, в соответствии с которой мы жизнь свою организуем. То есть организация и культура, то есть это очень практичные вещи. Шилл Парупада часто произносил фразу, исполнены на самом деле сострадания. Почему? Может быть, кому-то не очевидно, но сейчас разберемся, что за фраза. Необходимо организовать свою жизнь таким образом, чтобы постоянно, 24 часа в сутки помнить о Кришне. Вот эту фразу он произносил много раз, неоднократно. Необходимо организовать свою жизнь так, чтобы 24 часа в сутки постоянно помнить о Кришне. То есть это вопрос организации. Человек должен быть готов на серьезные какие-то шаги ради того, чтобы создать благоприятную для практики сознания Кришны ситуацию. Мы обусловлены душей, мы не можем стать в одночасье освобожденными, даже после того, как мы приняли сознание Кришны и хотим выйти из подавления гун. Гун все равно будут влиять на нас, пока мы не пройдем всех испытаний, пока мы не исчерпаем последствия оскорблений и греховной деятельности, пока мы не научимся тому, как следует выполнять предное служение подобающим образом. Пока, 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 пока все вот это имеет место быть, последствия, недостаток духовных реализаций, невежества, различные его проявления, все присущее материальному миру будет влиять на нас, то есть будет проявляться в нашей жизни, и гуды материальной природы будут действовать на нас ровно настолько, насколько мы не являемся полностью предавшимися душами, чистыми преднами Господа, а мы не можем ими стать сразу. Такой закон. Бхактия развивается постепенно, и, как правило, человек развивается постепенно, проходя через различные стадии, что подозревает, что он постепенно освобождается от последствий оскорблений. Это главный тормоз, это главная причина существования девяти стадий Бхакти, от Шрадхи до Премы, в противном случае все прогрессировали бы мгновенно. Сын произнес Святое Имя, и ты уже на уровне Премы. Таким образом, это очень практичный вопрос, и прочитать эти анги дело несложное, мы прочитаем это, принесет нам величайшее благо, это очистит наш ум, это откроет перед нами двери в духовный мир, напомнит нам еще раз, как можно достичь духовной обители Господа, выполняя вот эти анги. Это мы прочитаем, но очень важно понять в контексте, вот ценность этой темы, в контексте вообще всех наших усилий по тому, как мы пытаемся очиститься, как мы пытаемся прогрессировать. То есть мы прикладываем множество усилий, и вот эта тема, она проясняет, в каком направлении, каким образом мы должны прикладывать усилия. И так нужно организовать свою жизнь таким образом, чтобы у нас была возможность регулярно следовать ангам Бхакти. В первую очередь, опять забегаем вперед, но это уместно, нужно позаботиться о том, чтобы следовать каким-то из числа пяти самых могущественных постоянно. И нужно позаботиться о том, чтобы в целом наши умы, тело и речь были заняты деятельностью в сознании Кришны. Пусть там будут не все анги, но какое-то количество должно быть достаточное, для того, чтобы мы были целиком заняты, и таким образом были защищены защищены от падения, от влияния последствий нашей кармы, от влияния гун. Чтобы быть защищенным, чтобы продвигаться в сознании Кришны, необходимо организовать свою жизнь таким образом, чтобы у нас была эта возможность. И я предлагаю выполнить задание индивидуальное по вот этой главе, по шестой главе, где перечисляются анги и бхакти, и посмотреть, составить список, скольким ангам бхакти я следую в течение дня, когда я живу в обычном своем режиме дома. Ну, кто живет дома? Хожу на работу там или куда-то еще хожу, выполняя какие-то обязанности, или никуда не хожу по дому, выполняя обязанности. Это не считается. Это косвенный метод прогресса в сознании Кришны, когда мы посвящаем какие-то свои действия Кришне. Но надо посмотреть, где анги, как мы заняты, оценить свою занятость в ангах бхакти. Итак, я предлагаю составить два списка как минимум. В одном, скольким перечислить анги бхакти, которым мы следуем регулярно, в течение дня, в течение недели. И составить другой список, где перечислить анги бхакти, которым мы следовали или следуем. Если кто-то живет в храме, то его список будет отличаться. Его первый список будет отличаться от вот этого первого списка тех, кто живет дома. Те, кто живут в храме, могут написать второй список, каким ангам бхакти они, у них получается следовать дополнительно в каких-то ситуациях, эксклюзивных, допустим, поездки в Святую Дхаму, Парикрама, там добавляется из слушания определенный вид, добавляется, Махапрасат добавляется, хотя, если кто живет в храме, он вкушает Махапрасат и так. Ну, то есть, можно составить два списка. Второй — это наш светлый опыт, когда мы следовали очень многим ангам бхакти. Когда живешь в храме, это доступно, но когда живешь дома и вырываешься на фестивали или выезжаешь в Индию, в святые места, то контраст очень чувствуется. мы погружаемся вот в эту атмосферу анг-бхакти. Можно попытаться сейчас перечислить, когда мы идем в храм. Конечно, сначала лучше прочитать эти анги, а потом будем наблюдать, анализировать, скольким ангам мы следуем и скольким ангам у нас удавалось следовать, когда мы попадали в благоприятную для этого ситуацию, в храм, в святое место или в общину пайшнавов. Итак, продолжаем читать шестую главу. Напомню, что мы с вами прочитали двадцать первых анг-бхакти. Десять из них позитивные, битхи или ямы. Что надо делать? И десять следующих негативные, то, от чего нужно избавиться, чего нужно избегать. В их число входит оскорбление. Их оскорбление нужно избегать и нам аппарат, и сэва аппарат. Итак, это двадцать самых основных анг, десять первых более важны, а из этих десяти первых три первых наиболее важны. Наиболее важны не среди всех шестидесяти четырех, а среди начальных. То есть, они помещены не случайно в начало списка. Это то, с чего начинается настоящая практика в айтхи-бхакти, регулируемого преданного служения. Она начинается вот с этих первых двадцати в особенности первых трех. После первых трех все остальное. Приходит все остальное. И первые три связаны с духовным учителем. Принятие прибежища, устоп истинного духовного учителя, получение у него посвящения и обучение у него науки и практики преданного служения. И третье, служение духовному учителю с верой и преданностью. Без этих эти анги являются дверью в бахте. И дальше продолжается список. Итак, за перечисленными следует еще сорок четыре принципа. Двадцать мы уже прочитали, теперь еще сорок четыре. Будем читать и иногда останавливаться. украшать свое тело тилоками, отличительными знаками вайшнавов. Смысл этого обычая в том, чтобы напомнить людям о Кришне. Смысл интересно, да? То есть украшение своего тела в особенности лба тилокой. Это вайшнавская традиция и смысл этой традиции в том, чтобы напомнить людям о Кришне. При виде этих знаков на теле вайшнава человек сразу вспоминает о Кришне. Господь читаний говорил, что вайшнав это человек при виде которого люди вспоминают о Кришне. Поэтому так важно, чтобы на теле вайшнава были тилоки напоминающие другим о Кришне. Это очень примечательно, что Шила Парупада не вкладывает никакого другого смысла в ношение тилоки в данном контексте. Я помню у меня были какие-то идеи мистицизма, и я интуитивно считал, что это защита, что теперь тилоки будут защищать меня каким-то особым образом. Я буду каким-то особенным, я чувствовал себя особенным, что я знаю какой-то особый метод и я нахожусь под какой-то особой защитой. Может быть отчасти это и так, но здесь Шила Парупада подчеркивает важность тилоки, важность в том, чтобы напоминать людям о Кришне. Вторая анга, нанося тилок, можно написать на теле Харе Кришна. Едва ли кто это делает, но это можно делать, это авторитетно, это предписано Рупы Гасвами, как Анга Бхакти, об этом есть детали в Харе Бхакти и Ласе и в Панча Самскаре Дикша Самскар делится на пять этапов и одним из этих этапов раньше на этапа на этом этапе выжигали знаки Вишну с каленным железом. Некоторые предные есть такие предные которые жалеют что сейчас нельзя выжечь себе что-нибудь с каленным железом с таким духом встречаются но по милости господочитания это заменено на сандаловую пасту сандаловой пастой или гопичандалей можно наносить на свое тело имена Кришны или мантры содержащие имена Кришны или знаки Вишну это анга бхакти это благоприятно все это помогает помнить о Кришне либо нам либо тем кто нас видит на на сиатилок можно написать на теле Харе Кришна в санскрите европа господи так и есть написать акшара сиатча нам акшара это буквы нам это имя акшара это буквы то есть можно написать буквы святого имена написать святое имя то есть буквально носить носить цветы и надевать на себя гирлянды которые были предложены божеству в храме и духовным учителям очень просто это становится возможным когда мы либо живем в храме либо посещаем храм либо приехали туда где есть храм или в святое место где множество храмов дальше будет обоснование цитаты но вот это анга которую можно совершать в храмах искон если божеству должным образом поклоняются то всегда будут цветы которые предложены кришне и здесь говорится носить нужно надевать на себя гирлянды носить цветы предные носят за ухом я не знаю насчет авторитетности этой традиции похоже что она авторитетна но вот только как раз на этом третьем пункте она может быть основана носить цветы и надевать на себя гирлянды которые были предложены божеству в храме и духовному учителю четвертое научиться танцевать перед божеством пятое научиться отдавать вы можете помечать если вопросы какие-то будут возникать или желание что-то обсудить подробнее можете делать пометку чуть позже это сделаем научиться отдавать поклоны божеству в храме и духовному учителю в Харьбахте веласе есть информация о том что кланяться духовному учителю перед божеством не подобает то есть не нужно делать духовным учителем мы предлагаем поклоны отдельно за пределами храма в храме мы поклоняемся верховному господу в форме божества и предлагать поклоны гуру при божестве неправильно научиться отдавать поклоны божеству в храме и духовному учителю посещая храм господа кришну следует встать перед божеством когда божество выносят из храма для прогулки по улицам преданный должен немедленно присоединиться к процессии в связи с этим можно отметить что в индии особенно в храмах вишну существуют обычаи кроме больших мурти постоянно находящихся в помещении храма иметь мурти меньшего размера которых по вечерам вывозят на прогулку в некоторых храмах заведено каждый вечер устраивать большие процессии в сопровождении оркестра неся над божествами большой красивый зонт божества выседают на богато украшенных тронах установленных на колеснице или в паланкине которые несут преданные божеств выносят из храма и проводят по прилегающим улицам в это время жители выходят из своих домов и раздают просад все люди живущие по соседству с храмом присоединяются к процессии которая выглядит очень красочно когда божеств выносят служители храма представляют им ежедневный отчет столько то было собрано за день столько то израсходовано в основе этого обычая лежит представление о том что храм принадлежит божеству а священнослужители и те кто работает при храме его слуги это очень древний обычай но его соблюдают и по сей день поэтому здесь говорится что когда божества выходят на прогулку преданные должны присоединиться к процессии следующей за ними вот это очень интересная анга поскольку она уже она упоминалась мы на нее ссылались в негативном ключе что будет если это не делать и в бактисандархи джива гасвами есть цитата я не помню откуда цитата но джива гасвами цитируют бактисандархи где говорится что человек не сможет совершить духовный прогресс даже практикуя очень интенсивную садхину если он совершит вот это оскорбление не поднимется не пойдет за процессией за божеством которое он встретил которое он встретил то есть человек который не поднялся и не пошел за божеством может несмотря на поклонение Кришне не совершит никакого духовного прогресса даже если будет поклоняться в течение 12 лет то есть представляете одним действием мы можем остановить свой прогресс на 12 лет ну и за это время пока эти 12 лет истекают еще 5 10 20 таких оскорблений совершить немножко да немножко безнадежности добавим для для серьезности действительности безнадежности места нет поскольку освобождением являет методом освобождения от этого в любом случае является только практика садхина бхакти ничто другое поэтому нет смысла опускать руки терять вдохновение единственный наш выход из той ситуации в которой мы оказались это принятие прибежища в практике сознания кришны и так нужно следовать за процессией 8 ну на самом деле 8 28 посещать храм вишну по крайней мере один два раза в день утром и вечером по крайней мере вот так должна быть устроена жизнь преданного он должен иметь возможность по меньшей мере два раза в день приходить в храм и посещение храма подразумевает участие варате храма подразумевает и подразумевает короткий визит с поклоном и очень короткой молитвы если вообще будет молитва то есть посещение храма подразумевает что войдя в храм мы участвуем варате мы выражаем почтение божеству разумеется и мы участвуем варате это как минимум полный комплект посещения храма есть утверждение в шастрах оно также цитируется в хари-бахте виласе что войдя в храм вишну человек человеку подобает сесть придя в храм вишну человек должен сесть и я видел как этому этой традиции следуют в Индии те кто не очень сведущи в предном служении науке бахте ритуалистично в духе нияма аграхи нияма аграхи не понимая суть этого принципа люди заходят в храм садятся посидят как вот есть в России посидеть на дорожку это такой ритуал не знаем зачем люди садятся вот такая традиция посидим на дорожку и вот так же заходят некоторые люди в храм в Индии и садятся посидят без мыслей без особых ну кто-то с мыслями с возвышенными кто-то без особых мыслей надо подразумевать что такое может быть на таком уровне исследования и встают и уходят но в действительности смысл этого правила в том что человек должен сесть с определенной целью для чего для того чтобы слушать о Кришне слушать Шримад Бхагатам или Бхагатгиту вот это полный Даршин то есть Даршин завершенный полный Даршин это когда мы слушаем философию Упанишады Веданта Сутру что для нас это Шримад Бхагат он является совершенным изложением философии Упанишады и комментарием на Веданта Сутру это Веданта это суть ведического знания вот это надо слушать и философия тоже называется Даршин почему потому что она наделяет человека увидеть все в другом свете то есть знание позволяет человеку увидеть все в ином свете то есть знание получаемое из авторитетного источника из цепи ученической преемственности знание шастра дает возможность человеку смотреть на все через призму этого знания и взяв эту призму и глядя на все через эту призму человек начинает видеть мир иначе себя мир других в этом мире то есть он обретает совершенное знание и совершенное видение таким образом философия слово обозначающие философию философскую философскую систему это даршин потому что философия позволяет видеть увидеть все определенным образом в зависимости от философии человек обретает соответствующее видение даршин и даршин назначает буквально видеть даршин слово назначает видеть итак посещение храма это подразумевает что человек выполняет и другие анги анги бахти не только выражает почтение будет перечислено множество анг здесь которые подразумеваются в посещении храма то есть посещение храма это одна анга можно и так рассматривать но в ней есть подразделение выразить почтение участвовать в арт когда человек смотрит на арт он получает то же благо как тот кто предлагает предмет то есть нет разницы между тем чтобы предложить в благе которые получает человек предложить упачары как делают это пуджари или посмотреть как другие как пуджари предлагают эти упачары или как другие браманы которые квалифицированы для этого омывают божество, совершают обе шеку. То есть нет разницы. Иногда, если мы не квалифицированы с точки зрения одежды, допустим, у нас нет подобающей чистой одежды на праздники, но нас зовут омывать, лучше не омывать. Не то, что лучше, а только так и правильно. Не надо омывать. Просто сидя, выражая почтение божеству таким образом, что я не чист, поэтому я не пойду, мы таким образом выражаем почтение. Но я достаточно чист для того, чтобы сидеть и смотреть, как это делают другие, но недостаточно чист для того, чтобы делать это самому. Таким образом, мы выражаем почтение божеству, мы следуем правилам, и мы не лишаемся блага, которое получают те, кто совершает обе шеку непосредственно. Вот это важный практичный момент. Часто бывает упрощение правил, часто случаются. Итак, посещение храма содержит в себе подразделение в виде других анг, бхакти. Как мы сказали, нужно прийти и сесть. Для чего? Для того, чтобы слушать послания Господа Шриман Бхагаватам. Нужно выразить почтение, поклон, нужно вознести молитвы, нужно участвовать в арати. То есть, поход в храм, он естественным образом включает в себя множество анг. Там же мы можем принять чиринамриту, там же мы можем обойти божество. Посмотрите, посещение храма парикрама, одна анга. Начнем сначала выражение почтения божеству поклона. Потом мы встаем перед божеством со сложными ладонями. Потом мы возносим молитвы. Это все анги, бхакти, которые здесь будут сейчас перечислены. Повторяем известные молитвы или возносим молитвы, следуя по стопам чистых преданных, но по-своему. Но главное следовать, и для этого лучше сначала учить и повторять, чтобы проникнуть с этим настроением. Мы автоматически чувствуем запах. Запах агуру, сандала, камфоры, благовоний, цветов, предложенных Кришне. Фактически это запах Кришны. То есть мы вдыхаем ароматы цветов, сандаловую пасту, листьев тулыси, благовоний и других масел, других ингредиентов. То есть эти благоухающие запахи, они пронизывают всю атмосферу храма. Это тоже анги. Мы можем принять Чиринамриту, можем там же, да, я, может быть, называл. Можем получить гирлянду, может повезти, мы можем одеть, поносить гирлянду. То есть мы можем остаться в храме, сесть и послушать Бхагават-гиту или Ширимат-Бхагаватам. То есть мы можем совершать множество анг, посещая храм. Для этого существуют и храмы как раз. В этом их цель, предназначение. Итак, посещать храм Вишну по крайней мере один-два раза в день. Один-два раза в день, утром и вечером. Во Вриндаване этот обычай соблюдается неукоснительно. Каждое утро и каждый вечер все преданные города посещают разные храмы. В это время на улицах очень людно. Во Вриндаване около пяти тысяч храмов. Разумеется, обойти их все невозможно, но есть по крайней мере 12 очень больших и важных храмов, основанных Госвами, которые следует посещать. Я однажды спросил у таксиста Бриджа Баси, который житель Вриндавана, но таксист, который забрал нас из аэропорта в Дели. Мы поехали в Вриндаван и по пути мы общались. И я спросил, как часто он ходит в храм. Он ответил всегда, как только у меня есть время, я хожу в храм. Я спросил утром или вечером. Он сказал, я таксист. Я не могу ходить регулярно или утром, или вечером. Как только у меня есть время, я иду в храм. Но я хожу в храм каждый день. Он, как и многие в Риджа Баси, ходит в храм Банка Бихари. Большой, красивый, известный храм, популярный во Вриндаване. Но суть в том, что этой традиции следует до сих пор. То есть ценность этого осознают люди, имеющие веру в Кришну. И во Вриндаване живут непростые люди. Это очень удачливые души, которые обрели возможность жить там. И сама концепция, она часто может освобождать людей, живущих во Вриндаване, от каких-то усилий. То есть я живу во Вриндаване, и это не случайно. Это земля Кришны, и я здесь. Это не просто так. Поэтому, в общем-то, к чему мне еще стремиться? Зачем мне какие-то усилия? Но те, кто живут во Вриндаване, ценят это и регулярно посещают множество храмов, которые есть там. Итак, девятое анга. Обходить храм, по крайней мере, три раза. То есть пары храма вокруг храма. Или иногда организован путь вокруг божества внутри храма. Если этого пути внутри храма не предусмотрено, то следует обходить храм, весь храм. Это анга-бакти. И храмы строятся таким образом, чтобы их можно было обойти по крайней мере три раза. Некоторые преданные обходят храм больше. Десять, пятнадцать раз. В зависимости от того, какой они дали обед. То есть минимум три. Можно четыре, можно пять, десять, пятнадцать и так далее. Минимум три. Гасвами обычно обходили холм-гоарт-хан. Рекомендуется также обходить окрестности Вриндавана. Шилл-прупада широкое определение дает вот этой анги, парикрама. Обходить Вриндаван, обходить кунды, святые озера. Обходить храмы. То есть парикрам, выражение почтения обходом. Десятое. Поклоняться божествам в храме в соответствии с регулирующими принципами. Предлагая арати и просад, украшая божеств и так далее. Делать это регулярно. То есть поклонение божеству в храме в соответствии с регулирующими принципами. Частично эта анга, элементы этой анги, поклонение божеству в храме в соответствии с регулирующими принципами, уже включаются в поход в храм. Если мы знаем, зачем мы идем и что мы должны там делать, мы не сможем выйти из храма, не совершив пять-семь анг-бакти. Дополнительно к нашему воспеванию, дополнительно к нашему слушанию. То есть мы можем, если постараемся, совершить пять-семь-десять анг-бакти, еще. И это будет очень важным вкладом в наше сознание Кришны. В особенности, если мы это делаем регулярно, а не от случая к случаю. Но даже даже если чуть-чуть, и даже если иногда, это несет очень большое благо в себе. У нас не хватит не то, чтобы речи с речью, ладно, с речью проблемы, с разумом проблемы могут быть. Но это не самая большая проблема, чтобы прославить путь предного служения достойно. Самая большая проблема – это отсутствие чувства, черствое сердце, пока еще не очистившееся от материальной скверны, к которым еще не пробудилась привязанность к Кришне. То есть это невозможно переоценить или перепрославить, так сказать, насколько благоприятно совершать все эти виды деятельности. И даже если человек, он посовершает какое-то время, а потом пойдет или просит это делать, то благо, которое он получил, навечно останется с ним. И что это за благо? Как оно будет работать, это благо? Допустим, если в карме человек набирает пунью благо, да, то потом, как эта пунья работает? Она приводит его в ситуацию, где он может наслаждать чувства, допустим, на райской планете. Ну, как работает благо, которое человек обретает через деятельность сознания Кришны? Оно приводит его опять к сознанию Кришны. И опять к сознанию Кришны. И опять, и опять, и опять, и так до конца. То есть это необратимый процесс. Процесс сознания Кришны – необратимый процесс в определенном смысле. И Шила Брапада говорит, что даже если человек под давлением обстоятельств встанет на путь предназлужения, все, рано или поздно он достигнет совершенства на этом пути. Но регулярность очень важна, потому что с помощью регулярных усилий мы можем быстро освободиться от последствий оскорблений, и быстро очиститься, и быстро развить привязанность к Кришне, и быстро получить то, что можно получить, и освободиться от того, от чего мы все так хотим освободиться, от иллюзии, страха, скорби и множества других материальных страданий. То есть не очень разумно выбирать недостаточно быстрый темп прогресса в сознании Кришны. Не очень разумно почему, потому что хотя Кришна все равно, и деятельность сознания Кришны, которую мы уже совершили, будет все время приводить нас к сознанию Кришны, но это будет также сопряжено со множеством материальных страданий. Мы страдаем здесь в материальном мире, и от этого никуда не деться. Только развив в полной мере сознание Кришны в себе, мы можем быть свободны от всех тройственных страданий материального мира. Поэтому с этим не стоит откладывать. Надеюсь, что я сам услышу, наконец, то, что я говорю. Итак, дальше. Десятое. Поклоняться божествам в храме в соответствии с регулирующими принципами. Предлагаю где-то мы прочитали уже, да? Десять. Лично служить божествам. Здесь нужен адхикар. В Шей Сампродае однажды мы посещали храм Варадараджа в Канчапурам. И там один прааман показал медальон. Какой-то на нем висел на цепочке медальон. И сказал, вот этот медальон означает, что я имею право касаться Господа. Человек должен быть квалифицирован для того, чтобы касаться божества. Он должен знать принципы панчаратовики. Он должен уметь отличить чистое от нечистого. То есть он должен иметь знание, иметь привычку. Оставаться чистым. Чистым настолько, насколько это необходимо для поклонения божеству. Дважды инициированные преданные по благословению, по указанию Духовного Учителя. При условии, что они обладают двумя разделами знаний. Первая это философия, которая позволяет им видеть в божестве самого Господа, Верховную Личность Бога. Божество называет Арчи Аватара. Это одна из форм Господа, в которой Он являет себя в материальном мире. Она полностью трансцендентна. Это Он Сам делается доступным для нашего восприятия. И философия Даршана, философия Бхагаудгиты, Шириши Панишат, вот этот Самбанха Гьян, дает нам возможность, раскрывает перед нами возможность видеть Кришну во всем. И все в Кришне. И это один аспект Адхикара, который создается одним, вот этим одним конкретным аспектом знаний Самбанха Гьян, философия. И второй аспект, это Панчара Трика, знания правил, которыми регулируется поклонение божеству. Вот эти оба виды знания человек должен иметь для того, чтобы получить право касаться божеству. Кроме того, даже имея весь Адхикар, необходимы обстоятельства, допускающие это. То есть указание духовного учителя или проживание в храме, где настоятель храма дает мне служение, поклонение божеству. Я должен совершать пуджу, натирать божество, омывать его и так далее. Я должен это делать, это мое служение, тогда я касаюсь божества. Лично служить божествам и там будет дальше касаться. Это анга, которую мы можем совершать в любом случае и до инициации. Потому что принести что-то для божеств, это в общем-то личное тоже служение. То есть можно, что бы мы ни сделали для божеств, это наше личное служение божествам. Просто кто-то квалифицирован на больший, на более широкий спектр личного служения, кто-то на меньший. Петь, подразумевается, петь для удовлетворения божества. Петь, участвовать в Санкиртане, повторять мантры, возносить молитвы. Все это четыре отдельные анги. Петь, участвовать в Санкиртане. Петь, давайте посмотрим, как группа с вами. Петь, давайте посмотрим, как группа с вами. Петь, давайте посмотрим, как группа с вами. Шраванам таткрипээкшанам. Интересно. Ладно. Я запутался в санскрите, не все могу узнать. Пословного перевода нету. Итак, петь для удовлетворения божеств. Участвовать в Санкиртане, там есть пояснение, означает петь вместе с другими. Участвовать в совместном прославлении. И у Киртана или Санкиртана есть другие подразделения. О них тоже упомянуто в Нектаре преданности. В Бахтиросамритесинху есть Гуна Киртанам, есть Намо Киртанам, есть Лила Киртанам. То есть, есть разные виды Киртанам. Но они все включены в Санкиртанам. Санкиртанам подразумевают прославление и качеств, и форм, и имен, и деяний, и Верховной Личности Бога, и Его преданных. И Санкиртан подразумевает, что это делается в обществе преданных вместе с преданными. Повторять мантры и возносить молитвы. Повторять знаменитые молитвы, выделенные в отдельную ангу. То есть, мы можем молиться Божеству, мы имеем право молиться Божеству так, как мы считаем нужным. Но мы должны обучиться и следовать поступам великих преданных, чтобы то, как мы считаем нужным, было сносным, было подобающим. Но свои молитвы являются ангой, бхакти. Мы должны возносить молитвы, имеем право и можем это делать. Повторять знаменитые молитвы, это как раз инструмент развития в себе правильного настроения и правильного понимания о том, как надо молиться. Повторение знаменитых молитв имеет вот эту ценность. Во-первых, мы можем, имеем большие возможности, большие шансы есть, что мы просто проникнемся и, в принципе, захотим молиться так же. Это станет нашей молитвой. Хотя это произнесено когда-то великими преданными, это может стать и нашей молитвой. И наоборот, повторяя ее, не дотягивая еще в настроении, в реализациях до этой молитвы, мы можем постепенно подтянуться. То есть очень важно повторять известные молитвы, знаменитые молитвы. Знаменитые подразумеваются произнесенные великими преданными авторитетами, такими как Прохлада, Махараж, Део, Махараж и им подобные. Шукадай Бхагасвами. Пробовать Махапрасат, пищу с тарелки, которая непосредственно стояла перед Божеством. То есть это Анга Бхакти, к этому следует стремиться. И здесь не вопрос даже, хочу или не хочу, нравится или не нравится. Нужно, если такая возможность открывается перед нами, нужно радоваться этой возможности и принимать Махапрасат. То, что пища, которая непосредственно была предложена Божеству. Пить черенамриту. Воду, в которой купали Божеств, выставляемую для гостей в храмах, всегда есть сосуд с черенамритой, с ложечкой. И каждый, кто приходит в храм, имеет возможность получить черенамриту. Вот это есть во всех храмах, ну, не могу говорить про все. В Шри Сампрадая, в Сампрадая Равануджа Ачарии предусмотрена черенамрита. Она всюду, у каждого Божества. И если мы приходим получить Даршан, Пуджари, Браман, он предложит нам и черенамриту. А за нами только протянуть руку. Это анду-бахти, принимать черенамриту. Не следует быть брезгливым. Если ващнавы поклоняются в соответствии с правилами, то нужно принимать с радостью. Либо, если есть причины, не принимать, сожалеть об этом. Не так, что фу. Ну, могут быть причины, слабый иммунитет, какие-то страхи личные. То есть мы со всем этим багажом, который у нас есть, все-таки квалифицированы для бахти. Поэтому, какие бы мы ни были, главное, что мы продолжаем. Как вот сейчас, к слову сказать, общество делится на вакцинированных и невакцинированных. Есть люди, которые не хотят вакцинироваться, или есть люди, которые считают, что нужно вакцинироваться. Есть разные экстремальные точки зрения на обоих сторонах на этот предмет. Есть здравые точки зрения. Не буду говорить, какая. Чтобы не подогревать и чтобы вообще не было. Это политично как-то. Я что хочу сказать сейчас, что мы не должны допускать, чтобы общество преданных делилось на вакцинированных и невакцинированных. Мы не должны портить отношения с преданными только на этом основании. Поскольку есть, да, бывают сложные люди. Они могут быть и среди вакцинирующихся, и среди невакцинирующихся. Также есть очень качественные, смиренные люди среди обоих. Конечно, это не очень здоровая вещь, демонстративно колоться этой прививкой. И выкладывать это в Ютубе, это странность. Это не очень чистое что-то. Ну, по крайней мере, я подозреваю и считаю важным это сказать. Хотя это еще не означает, что я против того, что человек сделал этот выбор. Если это его выбор, то что ж, ничего, нормально. Ну, почему он пытается тиражировать и распространять этот выбор, свой выбор на других, помочь другим делать тот же самый выбор. Хотя вопрос противоречивый. Есть довольно-таки разумные основания рассмотреть индивидуально. Кто-то может быть уверенным в своем иммунитете, кто-то может иметь такую уверенность, иметь такие основания. То есть у человека хороший иммунитет, хорошее пищеварение. Это и есть иммунитет, согласно ее виде. То он может уже получить опыт, что вот вроде были контакты, я не болел или, по крайней мере, сильно не болел. Зачем ему вакцинироваться в этом случае? Я прошу прощения, я не хотел ничего. Я просто размышляю о том, что кто-то может найти основания не вакцинироваться, кто-то может иметь волнение какое-то и найти основания вакцинироваться. И как бы там ни было, на чьей бы стороне ни была правда в этом вопросе, тем не менее, необязательно делиться. Делить общество предных на наших и не наших. Главное, чтобы мы воспевали святые имена, продолжали практику предного служения. Вот это я к чему? К тому, что мы приходим со всем этим багажом каких-то странных качеств. И мы имеем право все равно практиковать сознание Кришны, я не помню, с какого момента пить чиринамриту. Да, то есть могут быть какие-то основания, это не так, что человек, о, фу, перчатка вниз. Он брезгует, он не пьет чиринамриту в храмах, перчатка вниз ему. Ну, может быть, недостаток веры, может быть природная брезгливость, может быть страх. Ну, от брезгливости лучше освободиться. То есть лучше, так или иначе, нужно найти способ выражать почтение всему, что связано с Кришной, в частности, с Его трансцензентной формой, арчеви, грахи. И всему, что связано с Кришной, должно быть выражено почтение. Всему этому нужно радоваться. Можем мы непосредственно выпить чиринамриту, или не можем, если приняли решение, что нет, то нужно. Я про Индию в основном говорю, некоторые, наверное, боятся это делать в Индии. Ну, или первое время боятся. Вдыхать запах благовония и цветов, предложенных Господу, это естественно происходит, когда мы заходим в храм. Находимся в храме, там пахнет цветами, пахнет благовониями, пахнет различными ароматами, веществ, которые используются в пудже и поклонении. Если мы подойдем близко к алтарю, очень много различных запахов, камфора, сандала, гуру. Прикасаться к лотосным стопам божества, ну, это, да, для этого нужны особые разрешения, благословения, особые адхикар. Ну, это не обязательно для всех. Многие анги не обязательно для выполнения. Я остановлюсь на 20-й, и можно сейчас что-нибудь обсудить, ответить на вопросы, если есть. Есть один вопрос. Как справляться с умом, который не хочет 24 часа думать о Кришне? Ну, я тут рискую теоретизировать, то есть я не могу говорить с позиции того, кто уже справился, к сожалению, поэтому. Лучше поискать какого-то более квалифицированного отвечающего, чтобы получить больше шакти, больше реализаций в ответе. Ну, теоретически можно сказать, да. В шестой главе Бхагават-киты говорится, что ум по природе такой, да, он не поседлив, он упрям, его сложно обуздать. Но за счет практики отречения это можно. То есть сейчас, сегодня наш ум не хочет 24 часа в сутки помнить о Кришне. Но если мы будем его приучать, помнить о Кришне в течение часа, двух, трех, четырех часов, практикуя анги, бхакти, воспевание, слушание, чтение, служение практическое, то постепенно он будет очищаться через эту деятельность и способность к памятованию будет усиливаться, углубляться. И в шестой, да, на что я хотел сослаться в шестой главе Бхагават-киты, там говорится, что ум, если он уходит, его нужно каждый раз, как мы увидели, что он ушел, возвращать под контроль своего истинного Я. Есть техника контроля ума через практику и отречение, это то, что мы должны делать регулярно. Но катастрофа часто заключается в том, катастрофа чьей-то личной духовной жизни, что он не практикует то, что надо практиковать для того, чтобы в конечном итоге обуздать ум и научиться помнить о Кришне. И что делать, если в человеческой форме жизни, в которой даны эти возможности, с наличием, уже при наличии знания, которые мы получили из книг Шилуп Рупады и в обществе предных, мы все равно не делаем того, что мы должны делать, или недостаточно делаем, или делаем то, что не должны делать. Что делать с этим? Как однажды один преданный спросил другого преданного совета, что мне делать, я остался без преданных надолго, и сейчас чувствую, что я деградировал, я осквернился. И тот преданный, который этот вопрос получил, он сказал, ты подобен человеку, похож на человека, который перерезал сам себе горло, и потом подходит и показывает, и говорит, посмотрите, что мне теперь с этим делать. То есть, это основная причина беды, или сама по себе есть беда, дурдай вам. Мы не очень хорошо распоряжаемся своей свободой воли. И что делать с этим? Что делать со свободой воли, которая является основой любви. Чистой любви к Кришне. Невозможно любить Кришну подневольно. Но садхана-бхакти подразумевает определенное принуждение, определенную дисциплину. Поэтому для того, чтобы лучше помнить о Кришне, лучше практиковать, защитить себя от себя же самого, в одном месте, в четвертой главе Бхагадгиты, в комментарии Шивопрапада, объясняет, что эта наука, это в том стихе, где говорится, что эта наука передавалась по цепи ученической преемственности, так и постигали ее праведные цари. Цари. Почему цари? Шивопрапад объясняет, что руководствуясь этим знанием, они действовали так, чтобы защитить своих подданных от их вожделения, от вожделения их же самих. То есть, что делать вот с этим самым глубоким корнем наших проблем? С тем, что мы просто распоряжаемся своей свободой выбора неподобающим образом. Недостаточно хорошо для того, чтобы беспрепятственно прогрессировать. Мы безумны. Мы безумцы. Что делать с безумием? Безумие нужно лечить. Безумие нужно лечить. И лучшей клиникой является место, где живут вайшнавы, серьезно практикующие сознание Кришны. Даже если это безумие присуще любому садыке на уровне регулируемой практики, тем не менее садыки вместе, они связаны обязательствами и стандартам, которым они следуют. То есть, я про такие места говорю, где преданные, какие бы они ни были, характером, на каком бы низком уровне они ни находились, там, конечно, дикари. Если они связаны с подобающим стандартом, полученным от чистого предного, и связаны обязательствами друг перед другом поддерживать этот стандарт, и условием для пребывания в этом месте является этот стандарт, то это идеальная среда. То есть, не нужно переоценивать себя, не нужно постоянно искать ответы там, где нет этих ответов, ответы на вопрос, как же мне прогрессировать, почему я не страдаю, почему я до сих пор не полностью счастлив в сознании Кришны, почему у меня есть проблемы в духовной жизни, почему я не прогрессирую или медленно прогрессирую. Нужно перестать искать ответы на все эти вопросы там, где этих ответов нет. Ответ на эти вопросы есть в обществе преданных, где есть возможность регулярно, ежедневно, с достаточной интенсивностью практиковать эти анги-бхакти. Не нужно верить в себя, нужно верить в процесс предназслужения. Верить в себя, ну, да, тут надо разъяснить, можно зацепиться за слова, верить в себя надо, но правильным образом. Эта вера в себя тоже должна быть основана на шастрах. Мы верим в себя каким образом? В то, таким, что мы понимаем, что это естественное состояние души, быть в сознании Кришны. Здоровое состояние. Сейчас мы находимся в больном. Поэтому вот это, вот на этом знании должна расположиться вера в себя. Нет, это не самодоидеянность, а я достигну, а я могу, а мне море по колено, я хороший был везде, я на пятерке учился, сейчас я с предным служением справлюсь. Нет, здесь все не так. Основа для уверенности в себе это понимание того, что мы вечные частицы Кришны, Его вечные слуги, и быть в сознании Кришны, и любить Кришну, чистой любовью, это естественное для нас состояние, здоровое состояние сознания. Это и есть сознание. Но когда вот это сознание чистое, основанное на любви, привязанности Кришне, а скверняется материя, то оно окрашивается, Шилл Прупад приводит пример, подобно тому, как, допустим, краску можно посыпать в стакан воды, и вода приобретет цвет. Но вот эта вода, это и есть сознание изначально живого существа, а окрашенная вода, это материальное сознание. Наше материальное сознание, с которым мы сейчас имеем дело, кроме которого мы вообще едва ли что-то в себе находим, это и есть сознание Кришны, просто покрашенное в материю. То есть сознание, это сознание Кришны. И вот на этом должна быть основана вера в себя, а не на каких-то амбициях, не быть какой-то амбиции высокомерием и гордостью поэтому нужно нужно верить в это если мы живем в храме или вообще не то лучшего не придумаешь нужно пользоваться всеми этими возможностями которые там предоставлены ум не хочет у нас есть отвращение кришне это уровень сада на бакте мы понимаем что есть отвращение кришне поэтому надо предаться ему найти прибежище в преданном служении не заниматься больше ничем и это пройдет еще есть вопросы слева направо в раджа рани матаджи пожалуйста хотела спросить у нас от про поклонение формулировку до сказали что мы должны посещать храм два раза в день это имеется ввиду делать арати то есть мы не помним пактевикаж с вами говорил что одного раза достаточно до дома на домашнем послове делать арати не вот можно я вас исправлю сейчас они немножко нужно поправить посещать храм это не обязательно совершать арати посетить храм можно для того чтобы поучаствовать в арати пока происходит арати можно находиться в храме наблюдать за этим арати не обязательно самому совершать арати то есть посещение в храм посещение храма может подразумевать что вы выполняете заодно со своим посещением выполняете еще ряд анг-бакти но не обязательно все если у вас нет времени на 7 анг-бакти можно выполнить три или одну то есть посещение храма это просто посещение храма здесь подразумевается выражение почтение и дальше когда вы встаете перед божеством это минимум дальше если мы можем и хотим хотим и можем сделать больше мы можем сделать больше вознести молитвы свои возник повторить какие-то известные молитвы обойти парик раму получить черенам риту и так далее то есть посещение храма может может включать себя все возможные анги которые там доступны а может включать только одну или пару или несколько из них но это и то и другое посещение храма это одна и та же анга посещение храма допустим ваша подруга зашла обошла парик рам и сделала все это обошла парик рам посидел послушал богат гиту приняла черенам риту я еще гирлянда досталась и все и ну все но у вас не было времени вы зашли и выразили почтение встали перед божеством по мо быстро помолились или не помолились поклонились еще раз и ушли у вас не было больше но и то и другое но вы обе совершили эту ангу посещение храма просто в одном случае компоненты этой анги в одном случае было больше компонентов этой анги в таком случае их было меньше вот что касается я не дослушал ваш вопрос лучше до закончить его только вот это хотел отметить красиво я имела виду дом то есть не настоящий храм а как бы хотелось вести все это к дому что если нас нет времени посещать храм там и дома должны проводить арати то есть это имеется ввиду что мы посетили дом хотела бы спросить про стандарт что хватит благовония цветочка дали цветочка благовония потому что божество чтобы дома заводить это нужно очень не советуют заводить как правило божеств да здесь нужно взвесить множество факторов и это желательно для многих преданных поклоняться божеством дома но это нежелательно для многих других то есть нужно очень авторитетно подходить к этому вопросу очень осторожно но изображение поклонение изображению может быть очень простым очень минимальным но очень благоприятно если она будет хоть какое-то и это очень большая тема с очень множеством деталей и я хотел бы предложить вам сейчас я скажу и может быть этого предного обяжет прочитать один предный планирует прочитать семинар готовить подготовить семинар о поклонении божествам дома этот семинар должен включать стандарты его варианты способы поклонения алтарю гуру гавранки то есть изображением и там будет обсуждаться отличие между поклонением храме и поклонением дома есть аспекты в которых поклонение божеству дома не должно отличаться к поклонению храме пышностью количеством арати в день она может отличаться но есть принципиальные вещи которые в которых различий быть не должно например одна из таких вещей это обе шека если обе шека должна совершаться в божеством омовение божество должно совершаться ежедневно не в икадыше не в празднике не на выходные ежедневно 366 дней в году когда год високосный 365 другие годы то есть если нет возможности совершать обе шеку ежедневно то не следует даже начинать обе шека это самое важное обе шека и чистая одежда ежедневно разные одежды божеством после обе шеки это должно быть вот и здесь дом или храм разницы нет тогда как количество арати в храме их может быть 5-7 арати в день тогда как дома человек может я знаешь что до дома человек может преданный может совершать арати один раз в день обычно у нас это это арати следует за пуджи включающие себя обе шеку то есть происходит совершается пуджа обе шека и потом предлагается арати и этого достаточно один раз в день для домашнего стандарта ну в общем предлагаю подождать вот этот семинар те кому интересно ума быть праву вдохновился его подготовить но это может занять много времени когда это случится мата джавраджарани пожалуйста есть еще вопрос у вас или уточнение вопрос про поклонение божествам я знаю что по активе каши с вами он очень строго по этому поводу говорит поклонение домашним божествам который более который более лояльны они что можете завести домашний стандарт более легкий простой там как получится очень это можно все равно оскорбление очень хороший вопрос дает возможность прояснить очень простой момент который вот почему-то остается непонятым и незамеченным да то есть прозвучал вопрос бактвикаш с вами он очень строг а другие дело в том что бактвикаш с вами не очень строг даже можно сказать совсем не строг он просто просит минимум который просил шкалу правопада то есть это не его личная строгость это вообще не строгость это он просто настаивает что наставлением шилы правопады нужно следовать не нужно их изменять не нужно брать на себя слишком много то есть это не его стандарт это не его строгость он просто призывает следовать и дает наставлены решили правопаде поэтому те кто Соответственно, теперь те, кто более лоялен, они не очень правильно следуют. Вот и все. То есть не так, что это допустимое разнообразие. Здесь нет особого пространства, здесь нет никакого допустимого разнообразия. Есть правила. Мы недавно только прочитали, что нужно поклоняться в соответствии с правилами и предписаниями Божеству. Есть правила и предписания, все. Они одинаковые для всех. Понятно, что будет отличаться поклонение в храме, поклонение дома, но очень многое будет того, что не будет отличаться. И поменять это никак нельзя. Поэтому вот этот момент очень важен. Иногда говорят про какого-то гуру, в частности про Бхакти Викархи Свами. Махараджи часто говорят, что вот он очень строг, а другие, вот они более лояльны, или можно даже покрасивее сказать, они более широкомыслящие. Но нужно разобраться, это его индивидуальный подход, или вот такой строгий, или это просто даже не строгость, а просто подчеркивание важности следования тому, что дано свыше ачарями. Допустим, есть его индивидуальный подход, и индивидуальность, ну я знаю об этом, не понаслышке. Он не использует физгармонии, вообще ограничивает очень сильно, вплоть до 0 использования физгармонии. То есть физгармонь, допустим, в Салеме, находит, есть для чего? Для того, чтобы духовные братья его, когда они посещают, приезжают в гости в Салем, и им нужна, и они хотят спеть с физгармонией, чтобы у них была физгармонь. В противном случае физгармонь практически там не используется, потому что он против, его подход очень узкий, вот в этом. Не в плохом смысле узкий, но узкий. То есть где-то, где-то были намеки, в учении Бхакти Сиданте, Сарасваде и Шиллопрупады были намеки на то, что, не намеки, а утверждения. Даже Шиллопрупады, допустим, утверждал, утвердил стандарт, не использует физгармонь во время арати. То есть во время арати физгармонь нельзя использовать, тем более гармошку, аккордеоны и так далее. В каких-то других случаях Шиллопрупада не был слишком строг. Но Бхакцан Сарасваде был более строг в отношении физгармонии. Я не помню, по-моему, только Саньяси могли ее использовать. Я не помню. Но была какая-то строгость. Ну, здесь мы можем сказать, это его индивидуальная строгость. И у нее есть трансцендентная основа. Это можно уважать, к этому можно хорошо относиться. Но если кто-то по-другому к этому относится, и свободно использует физгармонь для киртинов, для баджинов, не на арати, а в других ситуациях, ну, Шиллопрупада это делал, поэтому мы не можем его осуждать. И сам Бхактикар Сарасваде держит физгармонь там, в Сальме, чтобы его духовные братья имели возможность ей пользоваться. Он не против этого. Но сам он предпочитает более узко подходить к этому вопросу. То есть, если что-то сомнительное, если что-то, все в сторону ограничений. Допустим, шоколад можно есть, с одной стороны, с другой стороны нельзя. Поэтому нельзя. То есть, это его подход. И, соответственно, его подход должно быть подходом учеников. Но здесь вот по поводу стандарта, это не какая-то его индивидуальная строгость. Это просто подчеркивание важности следования доставления Шиллопрупада. которые одинаковые должны быть для всех. Еще что-то? В то же время Шиллопрупада же говорил, что у всех преданных должны быть Дома Божества. Я не о том говорю, я не о личности. Я без претензий, я просто воспользовался поводом разъяснить вот этот момент. Все нормально с вашими вопросами, Матаджи. И это тоже... Но вот где Шиллопрупада это говорит? Я не встречал такого. Я не помню. Шиллопрупада? Я не помню. Шиллопрупада говорит, что преданных должны быть Дома Божества. А, все вспомнил. Такая формулировка, что грехасхи... Для грехасхи благоприятно поклоняться Дома. Да, но здесь подразумевается, что грехасха получил Дикшу, прошел через Дикшасамскару и получил право поклоняться от Гуру. Это не так, что любой грехасха. То есть, грехасха не является адхикаром для поклонения Божеству Дому. Грехасха Вашна, получивший Дикшу и квалифицированный, и получающий благословения и указания Гуру, он может поклоняться. То есть, все грехасхи должны поклоняться Дому Божествам, означает, все грехасхи должны быть инициированы, дважды инициированными и обученными Пуджаре. И получить разрешение от своего Гуру на эту деятельность. И это очень общее утверждение. Да, это сказал Шилупрупада, но надо размышлять, думать над словами Шилупрупады. А как это утверждение вписывается в ряд других утверждений? Как оно вписывается вообще в правила Панчераторики и Дикшасамскара? Как рассмотреть его в комплексе? Вот. И если классифицировать такое утверждение и подобное ему, это общее утверждение. Оно очень-очень общее, оно очень абстрактное. То есть, это грехасхи должен, его чувства должны быть защищены, чтобы избавиться от вожделения. Самый лучший способ поклоняться Божествам. Очень много наставлений Шилупрупада у меня сейчас всплыло. И он говорил, что если вы будете одевать Божество, избавитесь от желания одевать себя, украшать себя. Если украшаете Божество, избавляетесь от желания украшать себя. Для контроля чувств, для освобождения от вожделения, поклонения Божеству. Очень-очень-очень благоприятно для грехасы, и это следует делать. Но есть нюансы, есть другие наставления. Что на это уходит много времени, лучше ходить в храм. А если уж и есть Божество, то нужно предлагать что-то. Есть письмо, где он говорит, что не нужно тратить слишком много времени на это. Потому что есть служение, есть необходимость служения миссии, есть необходимость посещения храма для служения там и для общения. И в определенных случаях, допустим, для членов общины, какой-нибудь, где есть храм, иметь Божество дома нежелательно. И наставление Шиллупарупады наоборот, запрет. Нельзя иметь Божество грехаскам, которые живут при храме. Это просто будет мешать им. Это просто нежелательная трата времени. Потому что есть Божества, на которые надо уже тратить время. И человек лишает себя общества преданных, лишает вот этого совместного служения и сидит там за столом, поклоняется. То есть, если он начал раньше, в других обстоятельствах, а теперь переехал в общину, надо продолжать, это понятно. То есть, никто не осуждается. Но наставления есть разные. И утверждение нужно рассматривать внимательно. Упрощенно, Шиллупарупада что-то упрощенно и обобщенно утверждает. Либо он делает какое-то очень ясное утверждение, не однозначное. То есть, вот здесь мы видим, что это очень общая вещь. Даже если это желательно, все равно условия никто не отменяет. Еще что-то? Все, спасибо вам, Олег Кришн. Ну, то есть, благовония и цветочка дома хватит, да? Для изображения можно делать столько, сколько вы посчитаете нужным. Так мало, как только вы хотите. То есть, постепенно расти, да? Да. Можно только благовоние, можно благовоние и цветок, можно менять воду, можно без воды. То есть, вы не совершите оскорбления, не делая чего-то. Просто делая больше, вы займете себя больше. А можете ли вы себе это позволить или нет в контексте других ваших обязанностей и в служении Кришне и Гуру, и в целом обязанности в соответствии с положением? Это уже надо детально смотреть. Могу я себе позволить, вот, как бы, навернуть такой стандарт вокруг поклонения и изображения, что он будет практически как у божества? Если я недозанят, то да, надо занимать себя. А если я занят уже и вместо чтения книг я буду бегать с этими, с ложечками и с подносиками, то, ну, это неравнозначные виды предного служения. Если у нас нет времени на чтение книг и едва дочитаем джапу, то мысль о божествах – это идиотская мысль. То есть, это очень-очень глупая мысль. Это мысль, которая заводилась в пустой голове, в которой нет философии и понимания сознания Кришны. Важно воспевать и слушать. Если мы справляемся, если и мы хотим больше себя занять, и у нас есть возможность себя занять больше, то поклонение божествам, конечно же, очень хорошо. Но не ценой шраунам и киртанам, не ценой служения миссии. А, еще что-то по этому вопросу? Все, спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна, Матаджи Юна, Ваш вопрос и закончим потом. Харе Кришна, у меня короткий совсем вопрос. Вы вот упомянули, что можно воспевать какие-то известные молитвы, такие подходящие, которые нравятся. Это, например, какие? Просто можете перечислить для примера? О, и этих молитв очень много в Шримад Бхагаватам. Очень много, он полон. Нужно просто читать Шримад Бхагаватам, быть внимательным и включить, так сказать, вот этот ДТ, как это называется, радар, с помощью которого фиксировать вот эти молитвы чистых преданных. Он полон молитв, которые возносят чистые преданы Господу. И что какие-то из них, если откликаются у нас, мы можем повторять, следуя по стопам этих великих преданных. Можно начать с Бхагаватгиты. В Бхагаватгите есть молитвы Арджуны, и некоторые эти молитвы очень хорошо могут подойти и нам, в особенности, где Арджуна возносит молитвы вселенской формы Господа. Как раз он в этот момент охвачен вот этой бавой благовения, почтения Господу, что очень хорошо для нас, как в Айдхи Садак. Поэтому перечислить. 18 тысяч шлок, то есть молитвы жителей Джамбудвипы, где Прохлада Махарадж молится вместе с жителями Джамбудвипы. Очень важная молитва есть, одна шлока, очень известная, в общем-то. Это молитва Господа Насимха-деву, просьба проявиться немедленно в сердце и убить демона. Демона, карма, шаян, демона материальных желаний, желаний наслаждения, плодами кармической деятельности. То есть у нас есть вожделение, желание наслаждаться, и здесь преданные молят Господа. Авир, авир бхава, повторение указывает на эмоциональность. Они преданные чувствуют острове потребность в том, чтобы Господь явился немедленно. Авир, авир бхава, в его сердце. Для чего? Для того, чтобы своими когтями и зубами, подобным молниям, он разорвал этого демона материальных желаний. Карма, шаян, рандхая, рандхая, порви, порви. То есть очень важная молитва для нас. И молитва Дру Махараджа, молитва прохлада Махараджа в седьмой песне Швейман Бхагавата. Множество молитв. Молитва Летеставленных Вет в десятой песне, молитвы Господа Брамы в третьей песне и в десятой песне. Вишванат Чакраварти Дхакур в десятой песне, тринадцатая глава, 10-13, молитвы Господа Брамы. Говорит, что он переплывет океан материального существования на корабле молитвы Господа Брамы. Такая высокая оценка этих молитв. Там Швейман Бхагават полон этих молитв. Там кроме молитв остается немного. Вот поэтому вот то, что пришло на ум сейчас. Ну, известные стихи из молитв Господа Брамы. Где говорится о том, что преданный, когда он терпит последствия своих прошлых грехов, он принимает это. Когда он страдает, когда преданный страдает, он принимает, что это последствия его собственных грехов, совершенных в прошлом и милость Кришны одновременно. И проходя через эти страдания, он продолжает в глубине своего сердца склоняться перед Господом и служить Ему. И освобождение для такого преданного является его законным правом. То есть он уже номинально, да, или потенциально освобожденная личность. Он достойен освобождения. То есть как наследство в свой срок ему просто выдадут. То есть он уже освобожден. То есть человеку, когда ему назначено наследство, но и нет еще совершеннолетия, наследство уже его. Оно не чье-то, оно его. Но воспользуется он им позже, когда достигнет совершеннолетия. Так и вот этот преданный, который склоняется перед Господом, даже когда страдает, принимает это как милость Господа и понимает, что это все связано с его прошлыми грехами. Такая милость. Кришну пытается очистить его. И все, он уже свободен. Просто когда он оставит тело, он больше не родится. То есть этот преданный никого не винит, если можно перевести проще. Упростить, да, для запоминания упростить. То преданный считает, что никто не виноват ни в чем, что происходит с ним, кроме него самого. Он всегда винит только себя. Понимая, что все, что происходит с ним, это последствия его собственных грехов. Освобождение – это его законное право. Да, ну, в общем, много молитв. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо. То есть можно какую-то просто выучить, да, и читать любую, которая нравится. Ну, в сознании Кришны есть разнообразие и наслаждение. Разнообразие – мать наслаждений. В сознании Кришны есть разнообразие, благоприятное, допустимое разнообразие. Мне понравилась одна молитва, вам другая, и мы имеем право вы повторять ту, которая понравилась вам, а я повторять ту, которая понравилась мне. Вот, в чем единство, это единство разнообразия, так называемая два агьяна. И в чем здесь единство? В том, что и вы, и я получили попарампари от чистых преданных. Мы не выдумали что-то неправильное свое из зависти и глупости. Вот, в этом единство. Разнообразие, что сейчас вам, у вас откликнулась одна молитва, а у меня другая. Потом, сегодня у вас откликнулась одна, потом вы будете читать и встретите что-то другое, и у вас очень это откликнется. Ну, или услышите где-то в лекции, или и так далее. То есть, есть разнообразие, есть динамика. Духовная жизнь – это жизнь, это движение. Во всех отношениях движения, если человек живой, то он распространяет знания, дает знания, проповедует. И если он живой, то внутри его бурлит вот эта жизнь. А жизнь подразумевает какие-то трансформации, движения, динамику. Поэтому могут меняться вкусы. И в какой-то этап жизненный одна молитва очень близка становится, другой жизненный этап – другая. Да, и тут еще нужно добавить баджаны, ачарьев, баджаны. Баджаны – не что иное, как молитва. И молитвы, их можно выучивать и повторять. Таким образом, мы можем выполнять вот эту ангу, петь для божества. Мы можем петь, прославляя божество и моля его о милости. Как вот, допустим, поют для Надаши, Нарати, Ши Читани, Маха Прабу Господу Нитянанди, или Панчататтвы, Ши Кришна Читания, Дая Кора Моры, Тома Бина Кеда Ялу, Джагаты Самсары. Это прославление и молитва, это пение для божества, и в то же время это молитва одновременно. То есть, можно добавить баджаны. Мы можем это делать. Главное, чтобы то, что мы принимаем для себя, в соответствии со своей индивидуальностью, то есть, индивидуальность сохраняется, и в садане тоже она может проявляться. Но то, что мы принимаем, в соответствии со своей индивидуальностью, вы свое, я другое, что-то, потому что мы индивидуальности. Единство в том, что и вы, и я, да, принимаем из парамбары, из соперечнической преемственности. Поэтому кто-то читает Омагиана Тибиранда, Сьягин, Энджана, Шалкай, а кто-то Мукам Кароти Вачалампангун, Лангай, Тагирим. Но все получено по парамбаре, это и то, и другое авторитетно. Поэтому Мангала-Чараны могут отличаться у преданных, но единство в них какое? Они получены по парамбаре от чистых преданных по цепи ученической преемственности. Отвечать на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Харе Кришна здесь остановимся. Ясна, Харе Кришна. Шилаправпада ки-джай, Шиларупа Госвами ки-джай, Шри Бхактирасамрита Синдху ки-джай. Харе Кришна. Харе Кришна.